Экологическая ответственность – важнейшая составляющая деятельности «Газпрома». Учитывая проведение года культуры в России, «Газпром» объявил 2014 год годом экологической культуры. Общество «Газпром. Добыча над дым» в процессе производственной деятельности всегда заботится о сохранности окружающей среды. В то же время для компании важно вести экологическое просвещение. Для этого разрабатываются самые различные мероприятия. Об одном из них мы поговорим с гостем нашей программы, начальником службы по связям с общественностью и СМИ Андреем Тепяком. Здравствуйте, Андрей Павлович. Здравствуйте. Одно из таких мероприятий – это литературный конкурс. Расскажите, пожалуйста, о нем. Вы знаете, что в прошлом году у нас с большим успехом и с очень трогательной церемонией голосования за победителя, очень боевой, прошел аналогичный конкурс на лучшую фотографию, посвященную охране окружающей среды и природе, экологии вообще. И родилась такая идея, что количество работ качественных, фотографических, их качество позволяет нам издать альбом. Но мы решили разбавить эти прекрасные снимки не менее красивыми текстами, которые бы описывали природу Севера, Ямала, ну и вообще отношение наших работников к окружающей среде. И поэтому мы решили предложить нашим работникам, а мы знаем, что многие из них пишут стихи, прозу или просто публицистику, заметки, дневники какие-то, ведь запись в социальной сети – это тоже, по сути, творчество, работа со словом. Так вот, мы знаем, что многие из работников к текстам неравнодушны, и мы предложили им подумать насчет того, чтобы написать что-нибудь специально на конкурс или просто посмотреть свои ранние работы и прислать нам их. Написать об охране окружающей среды, о природе, не знаю, о любимой зверушке, о любимом растении, о чем угодно. О том, что можно так или иначе привязать к охране окружающей среды, к экологии. А затем победители этих, победители лучшие работы будут опубликованы вместе с теми прошлогодними фотографиями в одной красивой книге, которая будет достойно презентовать нашу компанию как экологически ответственную. Каковы будут критерии для конкурса? Это самое сложное. Мы опять же, возвращаясь к прошлогоднему конкурсу, столкнулись с тем, что оценивать творчество очень сложно. И тем более такой вид этого творчества, как работа со словом. Поэтому критерии мы постарались, если честно, размыть немного. Потому что, допустим, точность рифмы не может быть критерием, или количество остров в стихотворении, или глубина образа, это тоже понятие очень субъективное. Поэтому мы постарались расширить просто конкурсную комиссию, чтобы там были люди разных профессий, разных возрастов, чтобы оценить как можно с большего количества сторон произведения. И уж вот эти люди, наши уважаемые члены конкурсной комиссии, совещательно решат, кто победил, кто занял второе место, кто третье. Литературный конкурс был объявлен в апреле. Есть ли желающие в нем поучаствовать уже сегодня? Знаете, к счастью, есть желающие. И люди, которые заявили о том, что да, мы хотим участвовать. Если говорить о том, что их желание подкреплено какими-то текстами, здесь пока у нас похуже. Я думаю, что после летних отпусков, когда все люди получат новые впечатления о природе и как и о местной природе, поездят на рыбалку, походят в лес за грибами, так и о природе тех мест, куда они поедут отдыхать, у нас появится больше текстов. Сейчас есть уже поступившие работы, но нельзя сказать, что это явление стало массовым. Если конкурс, то будет ли стимул для участия в нем? Конечно, будет стимул. Будут призы. Как всегда, наше руководство решило о том, что призы будут официальными. Компания предоставляет денежные премии победителям и участникам, занявшим вторые и третьи места. А что касается дополнительного стимулирования, то я уверен, что мы сможем удивить и подготовить еще сюрпризы дополнения к денежным премиям. Спасибо за интервью, а мы продолжаем.